Приветствуем всех любителей космоса на канале Большого Новосибирского Планетария. На связи Екатерина Козловская и новый выпуск Космоновостей, в котором мы расскажем об удивительном мире космических исследований и открытий. Поехали! 7 октября ракета-носитель Falcon 9 успешно запустила научный зонд Гера Европейского космического агентства. Развертывание аппарата на межпланетной переходной орбите состоялось через 1 час и 16 минут после старта. Гера был запущен, чтобы понять, какие последствия повлекло за собой столкновение ударного зонда НАСА-ДАРТ с астероидом Дидим и его спутником Диморфом в сентябре 2022 года. Аппарат измерит размер ударного кратера, а также изучит структуру, состав и массу Диморфа. Гера впервые проведет анализ внутреннего состава астероида, создав карту его поверхности с разрешением в несколько метров, а также исследует облако из обломков, которое было выброшено в двойную систему после столкновения. Кроме того, зонд будет нести два кубсата – Мелани и Ювентус. Они будут развернуты после прибытия к астероидной системе. Мелани будет служить для картирования и изучения состава поверхности двух астероидов и анализа космической пыли вокруг них. Ювентус изучит внутреннюю структуру Диморфа и его гравитационное поле. Путь зонда Гера до астероидной системы займет более двух лет. Прибытие ожидается 28 декабря 2026 года. В марте 2025 аппарат совершит гравитационный маневр у Марса, во время которого пролетит в 5000 километров от поверхности Красной планеты. Планируется, что зонд будет проводить научную работу в течение шести месяцев. После этого кубсаты будут посажены на астероид Диморф для изучения состава его поверхности, а сама Гера попробует совершить посадку на Дидим. 13 октября компания SpaceX осуществила пятый испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Starship. Запуск успешно произошел со стартовой площадки Starbase в Техасе. Через 7 минут после взлета 70-метровая ступень Super Heavy Booster пристыковалась к специальному стартовому крану Мехадзилла. Ступень отделилась от корабля Starship на высоте 70 километров, совершила маневр возврата в воздухе и запустила 13 двигателей из 33 на заключительном этапе возвращения, чтобы затормозить возле башни обслуживания. Манипуляторы Мехадзиллы мягко захватили ступень за секунды до отключения трех оставшихся двигателей. Поимка ускорителя была не единственной целью запуска. SpaceX также намеревалась отправить верхнюю ступень Starship высотой 50 метров в космос и вернуть ее приводнением в Индийском океане через 65 минут после старта. Приводнение произошло успешно, однако камеры зафиксировали взрыв после падения ступени в воду. Поимка первой ступени таким образом произошла впервые в истории и с первого же раза прошла успешно. Однако, как стало известно несколько позднее, инженеры компании были лишь в шаге от катастрофы. Один из сотрудников компании заявил о проблеме с приземляющимся Super Heavy, в одном из двигателей которого не увеличилось давление. «Мы были в секунде от того, чтобы споткнуться, прекратить полет и заставить ракету врезаться в Землю», заявил он. Тем не менее, достижение компании Илона Маска можно назвать поистине историческим. Успешное приземление носителя Super Heavy считается важнейшим достижением для создания полностью многоразовой ракеты для полета на Луну, Марс и к более удаленным космическим объектам. 14 октября с площадки 39А Центра космических исследований имени Кеннеди состоялся запуск ракеты Falcon Heavy. Ракета успешно вывела в космос миссию астробиологического зонда Европа-Клипер. Зонд запланированно вышел на межпланетную траекторию через 58 минут после старта. Это был 11-й запуск Falcon Heavy и его вторая межпланетная миссия. Европа-Клипер – одна из самых амбициозных миссий НАСА. Это самый большой космический аппарат, который агентство когда-либо создавало для планетарной миссии. Его цель – один из четырех галилеевых спутников Юпитера – Европа. Она покрыта замороженной корой, под которой, по мнению ученых, находится океан соленой жидкой воды. Этот спутник считается одним из лучших мест в Солнечной системе для поисков признаков жизни за пределами Земли. Европа-Клипер будет изучать потенциальную среду под корой спутника, пригодную для поддержания жизни. Согласно плану миссии, Европа-Клипер выйдет на орбиту вокруг Юпитера в апреле 2030 года. Первый пролет возле Европы произойдет весной 2031 года. В течение десятков пролетов, начиная с мая 2031 года, зонд сосредоточится на стороне Европы, обращенной от Юпитера, пролетая на высоте всего 25 км над ее поверхностью. Вторая научная кампания начнется два года спустя, в мае 2033 года, на полушарии Европы, обращенном к Юпитеру. Окончание миссии Европа-Клипер запланировано на сентябрь 2034 года, когда, согласно плану НАСА, зонд врежется в Ганимет, еще один из галилеевых спутников Юпитера. 25 октября в 10.29 по московскому времени в Мексиканском заливе благополучно приводнился космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8. В него вошли астронавты НАСА Мэтью Доминик, Майкл Барретт, Джанет Эпси и космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин. Изначально планировалось, что экипаж Crew-8 вернется 8 октября. Однако погодные условия в Мексиканском заливе и в частности ураган Милтон заставили НАСА неоднократно откладывать возвращение миссии на Землю. Во время пребывания Crew-8 на МКС к станции пристыковывалось 8 космических аппаратов. В их числе был корабль Boeing Starliner, проходивший тестовый полет с астронавтами НАСА, Бучим Уилмером и Сунита Уильямс. Однако проблемы с двигателями Starliner вынудили НАСА вернуть его на Землю без экипажа. Тогда Dragon временно оснастили двумя дополнительными креслами на случай экстренной эвакуации Уилмера и Уильямс. В итоге пребывание Доминика, Барретта, Эпс и Гребенкина было продлено на месяц, когда было решено, что Уилмер и Уильямс останутся на станции, а запуск экипажа Crew-9 будет отложен. В ночь на 24 октября Dragon наконец произвел расстыковку с МКС. Космонавты провели в космосе 236 суток. Эта экспедиция стала самой продолжительной среди всех миссий на кораблях Crew-Dragon. После приземления один из астронавтов экипажа был госпитализирован, но уже на следующий день выписан из больницы. В НАСА не раскрыли личности госпитализированного астронавта. Известно только, что это был не Александр Гребенкин. 4 октября свой второй полет совершила ракета Vulcan компании United Launch Alliance. Ракета стартовала с 41-й площадки на мысе Канаверал во Флориде. Во время старта на 35-й секунде полета случилась неожиданная аномалия. От одного из двух твердотопленных ускорителей ракеты отделился огненный шлейф, в результате чего повредилось сопло. Тем не менее, верхняя ступень Сенчер смогла вывести макет полезной нагрузки на необходимую орбиту. Vulcan создана в качестве замены ракеты Atlas V. Носитель имеет двухступенчатую конструкцию с возможностью добавления боковых ускорителей. В самой мощной конфигурации Vulcan сможет выводить до 27 тонн на низкую околоземную орбиту. В начале октября компания Polaris Space Planes получила от германских властей разрешение на запуск своего небольшого демонстрационного космоплана «Мира-2». Космоплан будет оборудован уникальным клиновоздушным ракетным двигателем. По сути, это реактивный двигатель, в котором струи раскаленного газа обтекают центральную панель. Испытания первого беспилотного космоплана под названием «Мира-1» закончились, не успев начаться. Аппарат разбился во время дебютного взлета, еле набрав скорость в 160 км в час. «Мира-2» будет более крупным прототипом. Как заявляет компания, он был создан всего за шесть месяцев. Если первый полет пройдет успешно, то это будет первое практическое применение клиновоздушного двигателя в истории. Космический телескоп Джеймс Уэбб запечатлел уникальное звездное скопление «Вестерлунд-1». Оно считается одним из самых молодых, а также самым массивным компактным скоплением в Млечном Пути. Скопление находится примерно в 12 тысячах световых лет от Земли, в южном созвездии «Жертвенник» и скрыто за огромным облаком газа и пыли. 11 октября на Землю вернулся первый возвращаемый и многоразовый китайский спутник «Шицзян-19». Спутник запустили 27 сентября с помощью ракеты «Лонг Марч-2Д». Одной из ключевых задач миссии была проверка систем многоразовой спутниковой платформы, открывающей новые возможности для проведения экспериментов. «Шицзян-19» массой примерно 3500 килограммов имеет различные конфигурации для требований миссии. Во время первого запуска задействовали краткосрочную версию аппарата, разработанную для миссии продолжительностью около двух недель. Компания «Васт Спейс» представила итоговый дизайн своей одномодульной космической станции под названием «Хивен-1». Согласно планам компании, после запуска орбитальная станция сможет принять четырех космических туристов в рамках месячной экспедиции «Васт-1». Первый экипаж прибудет на станцию на космическом корабле «Дрэгон» компании «Спейс-Х». Станция представляет собой структуру 10 метров в длину и 3 метра в диаметре. На орбиту его доставит ракета «Фелкон-9». Позже «Васт Спейс» продемонстрировала и дизайн более масштабной структуры под названием «Хивен-2». Станция в итоговой конфигурации будет состоять из четырех модулей и должна быть развернута к 2030 году. «Хивен-2» обеспечит дублирование МКС и будет оснащена разными лабораторными помещениями. 21 октября глава Роскосмоса Юрий Борисов провел совещание, посвященное созданию российской орбитальной станции. Встреча прошла в Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Сергея Павловича Королева. По этому случаю пресс-служба госкорпорации выложила снимки строящегося пилотируемого корабля «Орел». На снимках видно, что «Орел» получил теплозащиту и новые элементы конструкции. Ранее стало известно, что тесты макетов собираются провести на космодроме «Восточный» в 2025 году. Первые полноценные летные испытания этого корабля наметили на 2027 год. Спустя еще год «Орел» должен совершить первый полет к российской орбитальной станции. Один из главных метеорных потоков года, Леониды, ожидает нас с 6 по 30 ноября, а на 17 ноября выпадает его максимум. Как всегда, в это время года созвездие Льва восходит на северо-востоке после полуночи и оказывается в высшем положении к утру, когда и сложатся лучшие условия для наблюдения метеоров. Однако почти полная Луна может помешать разглядеть долгожданные падающие звезды. По этой причине наблюдать Леонида лучше с 6 по 14 ноября во второй половине ночи, когда Луны в небе не будет, находясь на открытой местности и вдали от источников искусственного освещения. 17 ноября далекая планета Уран окажется в наилучших условиях для ее наблюдений. Наша планета, двигаясь по своей орбите, окажется между Солнцем и Ураном. В таких случаях говорят, что планета находится в противостоянии Солнцем или оппозиции. Это значит, что Земля и Уран оказываются на минимальном расстоянии в году, которое составит 2 миллиарда 778 миллионов километров. При этом в телескоп Уран будет выглядеть крупнее и ярче. Такие конфигурации с Ураном, как и с остальными внешними планетами, происходят каждый год. В прошлом году мы догнали Уран 13 ноября, когда он находился в созвездии Овна. Теперь, спустя год, он перебрался в созвездие Тельца, где задержится до 2032 года. Уран не видим без телескопа даже на самом близком расстоянии, а в телескоп мы увидим шарик бирюзового цвета без деталей. Расстояние между Ураном и Землей будет увеличиваться не быстро, а благоприятные условия для наблюдений сохранятся еще не одну неделю. 16 ноября, в период полнолуния, наш естественный спутник пройдет точку орбиты, наиболее приближенную к Земле. Луна обращается вокруг Земли по немного вытянутой орбите, то приближаясь, то отдаляясь от нее. При этом расстояние между Луной и Землей меняется от 356 до 406 тысяч километров. Средним считается расстояние в 384 тысячи километров. Каждый раз, когда расстояние между Луной и Землей оказывается минимальным и совпадает с датой полнолуния, такое событие в широкой общественности принято называть суперлунием. И несмотря на то, что это не астрономический термин, он активно используется. Во время суперлуния Луна становится немного крупнее и ярче, хотя глаз человека этого особо и не различает. На этом мы завершаем выпуск Космоновостей. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех самых интересных событий из мира космоса. Впереди нас ждут новые открытия, миссии и удивительные астрономические явления. Смотрите на небо и изучайте космос с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok